Мир вашему дому! Всем привет! Уникальная выставка появилась в 21 павильоне ВДНХ в Москве. Это третья часть серии об этой выставке. Эта выставка дает захватывающее представление о сложной структуре тела и объясняет, как взаимодействуют и функционируют системы и органы. Жизнеподобные пластинчатые целые тела иллюстрируют положение в этих органах внутри человеческого тела. Выставки Body Worlds полагаются на щедрость доноров тел людей, которые завещали, что после их смерти их тела могут быть использованы в образовательных целях на выставке. Все пластинаты тел и большинство образцов получены из этих доноров. Некоторые органы и специфические образцы, обнаруживающие необычные состояния, взяты из старых анатомических коллекций и морфологических институтов. Цель выставки – создать образовательный опыт для посетителей всех возрастов, чтобы они могли исследовать и наблюдать человеческое тело из первых рук. Каждая выставка Body Worlds содержит реальные образцы человеческого тела, а также отдельные органы, конфигурации органов, кровеносные сосуды и прозрачные срезы тела. Пластинаты отправляют посетителя в увлекательное путешествие под кожу. Она дает широкое понимание анатомии и физиологии человеческого тела. В дополнение к функциям органов, общие заболевания описываются легко понятным способом путем сравнения здоровых и пораженных органов. Они показывают долгосрочное влияние болезней и зависимостей, таких как употребление табака или алкоголя и демонстрируют механику искусственных коленных или тазобедренных суставов. Отдельные образцы используются для сравнения здоровых и больных органов, чтобы подчеркнуть важность здорового образа жизни. Выставка «Мир тела» – одна из самых успешных передвижных выставок в мире. Выставка начала действовать в 1995 году. За это время выставку посетило более 50 миллионов посетителей в более чем 140 городах Америки, Африки, Азии и Европы. В Россию эта выставка попала первый раз за эти 20 лет существования. Знание о том, как выглядит человеческое тело и как оно функционирует – это фундаментальная информация о жизни, которая должна быть доступна каждому. Выставка вдохновит аудиторию принять профилактическое здравоохранение через информативную и развлекательную презентацию последних исследований по актуальным вопросам здравоохранения. Гюнтер фон Хаген утверждает, что «Мир тела» – учебная, познавательная и эстетическая экспозиция. Одной из целей выставки, по мнению фон Хагена, является демонстрация красоты и уязвимости человеческого тела. Впервые выставка «Миры тел» была показана в феврале 2002 года, однако еще в 2000 году Хагенс демонстрировал в Германии проект под названием «Конь и всадник». Тогда был показан настоящий мумифицированный конь, человека-профессор выставлял пластиково, но позже пошел дальше. Благодаря превосходной подготовке препаратов, пластинация вызывает не ужас, а эстетический шок. Кроме того, благодаря способу организации выставки посетитель погружается в тему постепенно. Сначала идут кости, здоровые и больные, потом мышцы, вполне абстрактная нервная система, затем демонстрируется система кровообращения и пищеварения, и только в конце – система размножения. Экспозиция «Тайны тела. Вселенная внутри» была создана в 2007 году благодаря сотрудничеству образовательного центра The Universe Within Project, научного центра Orlando Science Center и Фонда анатомических наук и технологий в Гонконге, и за время своего существования успел побывать во многих странах мира. За время своего существования экспозиция побывала в Вашингтоне, Антарио, Лос-Анджелесе, Сантьяго, Коста-Рике и других городах, собрав в общей сложности более двух миллионов зрителей. Цель выставки – наглядно продемонстрировать устройство тела и внутренних органов человека. Всего на выставке представлено около 200 объектов. Вся коллекция состоит из четырех наборов экспонатов. Один из них представлен в Москве, два других сейчас демонстрируются в разных городах Южной Америки, четвертый выставлен в Орландо во Флориде. В качестве сырья Хаггинс использует, как правило, неопознанных и невостребованных покойников из моргов. Но вокруг его имени не раз разгорались судебные скандалы. Так, профессора обвинили в том, что для него экспортировали из Китая трупы казненных преступников, а в 1990-е годы он нелегально получил около 500 мертвых тел из больниц России и Киргизии. Но доказать это так и не удалось. Сам доктор напрочь все отрицал. Между тем, уже более 8 тысяч человек во всем мире высказали готовность завещать профессору свои тела для дальнейшего использования. Сам Гюнтер фон Хаггинс и его супруга тоже объявили о том, что планируют после смерти превратиться в экспонаты. Хаггинс считает, что его шоу имеет прежде всего образовательную и художественную ценность, способствует демократизации анатомии. «Человеческое тело прекрасно», говорит он. Гюнтер фон Хаггинс заявляет, что пластинация трансформирует труп в анатомический препарат. Таким образом, результат пластинации имеет столь же мало общего с трупом, объектом скорби, как и человеческий скелет, который тоже не воспринимается как труп. Несмотря на возмущение политиков и простого народа, все попытки закрыть выставки фон Хаггинса были напрасны, а сам он давно стал миллионером. Наука, медицина и практика еще не все знают о человеческом теле, есть много еще непознанного. Сам процесс пластинации относительно прост. Первый шаг в пластинации – это фиксация. Формальдегид или другие консервирующие растворы прокачиваются по артериям, чтобы убить все бактерии и предотвратить разложение тканей. Этот процесс занимает около 3-4 часов. После этого начинается вскрытие. Кожа, жировая и соединительная ткани удаляются для того, чтобы подготовить отдельные анатомические структуры и элементы. В зависимости от сложности образцов, вскрытие может занять от 500 до 1000 часов труда. Второй шаг – это удаление жировых отложений и воды. Когда необходимое рассечение завершено, начинается, собственно, процесс пластинации. На первом этапе вода и растворимые жиры растворяются из организма в ванне с ацетоном. В условиях замерзания ацетон вытягивает всю воду и замещает ее внутри клеток. Третья стадия – это центральная фаза процесса пластинирования, принудительная пропитка. Здесь образец помещается в ванну с жидким полимером, таким как силиконовая резина, полиэстер или эпоксидная смола. Создавая вакуум, ацетон кипит при низкой температуре. Когда ацетон испаряется и покидает клетки, он втягивает жидкий полимер внутрь, так что полимер может проникнуть в каждую клетку. После вакуумной пропитки корпус все еще остается гибким и может располагаться по желанию. Каждая анатомическая структура правильно выравнивается и фиксируется с помощью проводов, игл, зажимов и пеноблоков. Позиционирование требует больших анатомических знаний и определенного чувства эстетики. Этот шаг может занять недели или даже месяцы. На заключительном этапе образец закаляется, то есть происходит его отверждение. В зависимости от используемого полимера это делается с помощью газа, света или тепла. Отверждение защищает пластинат от разложения и распада. Рассечение пластина всего тела требует около 1500 рабочих часов и обычно занимает около одного года. Многие доноры подчеркивали, что жертвуя свое тело, они хотят быть полезными другим даже после своей смерти. Их бескорыстные пожертвования позволяют нам получать уникальные знания о человеческом теле, которые ранее были зарезервированы для врачей. Пластинация – это одобренный на международном уровне научный процесс. В настоящее время более 400 лабораторий в 40 странах мира используют пластинирование для подготовки образцов для академического исследования. Новые разработки позволяют окрашивать пластинированные срезы тела по мере необходимости для оптимального обучения. Окраска позволяет заметить различия между различными тканями тела, такими как плотная соединительная ткань и мускулатура, или кожа и подкожная клетчатка. Благодаря инновационным разработкам полимеров могут быть получены механически прочные конфигурации сосудов, то есть синтетические отливки сосудистых систем. Их еще называют коррозийными образцами, потому что в процессе производства окружающие мягкие ткани обычно разъедаются ферментами или кислотами. Как сказал философ Франц-Йосеф Ветц, если никто не рискует потерпеть неудачу, то не предпринимается ничего нового и не будет никакого развития, только стагнация и упадок. Прогресс возможен только в том случае, если что-то время от времени ставится под сомнение. Это иногда требует нарушения табу, чтобы позволить развиваться творчеству. Только анатому отведена особая роль. Он вынужден в своей повседневной работе отвергать табу и убеждения людей относительно смерти и мертвых. Гюнтер фон Хаген сказал, Я надеюсь, что миры тела будут поощрять людей стремиться жить с вдохновением каждый день на протяжении всей своей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok